Девочка-пай 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 Путается, он как-то маленький был, получше, а сейчас чем старше, он там путается, он говорит сидеть, он лезет, лежать. А если видеть вкусняшку, он все что угодно, сядет, ляжет и голос только дает. Хороший аппетит. Он неуправляемый, он прям вот тянет, я вот с устрастью не могу, муж может. Такая... Дэнни. Дэнни. Служит. Вот он вот так вот начинается. Дэнни. Служит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понятно. То есть вы его учите на себя ставить лапы и выколачивать еду. Стоять, вот смотрите, тяните на себя, собака вынуждена подняться, но потому что, да, вот, и это команда стоять. И все. Трегожность есть? Сейчас объясню вам почему он лает. разворачивайтесь обратно хорошо вот смотрите почему сейчас лай утих хотя я никуда не делать вот рулетку эту выбросите прямо вот здесь в канаве там как раз 60 лежит и ваша будет 61 на кроватях лежит если на кроватях лежит а дрессировки можете за для того чтобы хита подчинялась нужно чтобы у ей управлял вожак чтобы он был сильный мощный мог постоять за стаю и убить оленя вот когда ему понятно что будет неприятно он молчит и тихо сидит видите собака сидит молчит даже в виде оператора то есть равно в любом случае даже когда ему тревожно он может молчать может вести себя прилично вот как сейчас да почему он себя ведет прилично потому что рядом с ним сильный вожак я ему настучу по ушам и он это знает поэтому не делать почему аборигенные собаки они очень нежные очень берегут себя к себе относится бережно и если он понимает что его шкурки что-то угрожает он не будет рисковать ему зачем он обозначил мне не понравился он замолчал это мое дело решать лает он или нет вы ему это позволяет я вошла в управление перевзяла управление на себя вот собаку меня комфортно себя чувствует не лайк так хорошо так лайка да порода у вас лайка то что лайка то что лайка то что лайка то что лайка ну все все нельзя нельзя успокойся ну ты наглая же ну ты на так давайте с голоса сначала фу нельзя дернули не гладьте дерните просто дерните и к ноге нельзя она корректируется я могу это сделать лучше чтобы вы сделали да тихонько нет нет да 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 хорошо поняла год и 3 она у вас самого возраста да да 2а 4 хорошо так выбрали экзотику или чего вам нравится пушистики чего вы посмотрели хайтика вы посмотрели хайтика уже плохой начал на плавичок среди я отойду в квартире живете или или дом квартире и что на улице встречается собаку собаку встречает он там тянет с ним тянет а людей а людей ну если на него обращать внимание там он какой красивый он начинает гав но так побаивает сон трусоват у вас немножко а территории у вас есть или только городская квартира вы езжете да да а вы с рядом с киевцом такая территория где он может побегать просто нет дачи до дачи до дачи нет но вы просто езжете на природу да понятно 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 хорошо так ладно сейчас чуть успокоится я подойду поближе а значит вы начали с ним заниматься самостоятельно я так понимаю да да смотрели ваши уроки так но он путается он как-то маленький был получше а сейчас там старше он там путается сидеть он лежать а если видеть вкусняшку он все что угодно и сядет ляжет и голос только да хороший аппетит да хорошо ну давайте покажите что вы разучили к этому времени год и три вы сказали да сквозь лая еле услышала шерсть хорошая удавку давно до нем держать а это нам вообще хотели в чинячем возрасте его отдать на это на выступку нам заводчик сказал купить ренгозку ну да да понятно да понятно расставлять передумали выставлять хотим хотим оставлять он неуправляемый прям вот тянет я вас устраивать не могу муж-морк так хендлер же выставляет собак или вы хотели сами на выставке выстав на выставке выставляет хендлеры они находят контакт собакой дрессировка вот для выставки совсем другое что для жизни просто если вы хотите какие-то достижения на выставке хендлер намного удобнее вариант они знают и как бегать и как показывать и как куда и не то что нанимать они до этого собака работают привыкают к ней ставит стоечки нельзя собаку взять и выставить любые соревнования там на выставку сначала ее нужно подготовить к этому она должна уметь стоять бежать реагировать на кусочек чтобы была выигрышная позиция да это все хендлер учат до выставки значительно заранее и после этого уже на выставку именно хендлер отвечает за то чтобы она там была управляемая это его задача не ваша она сразу сказала вот через месяц выставка побегайте с ним месяцов а потом это куда побегайте побегали и поэтому у нас досовно только вот нет только лежать и сидеть как если вкусняшка то он и может там попрыгать куда попрыгать через баре а вверх и все а контроль внимание знаете что такое когда щенок был получала сейчас все только если вкусняшка да он прям вот будет следить а если покажите сейчас пакет увидел в машине он уже со мной а что вы с этим пакетом сюда ходите на дрейферах но мы я покупаю ему отдельно вкусняшки вот это я до сегодня купила с этим с лосочью сидеть да и не нельзя и не да и не нужно вот у него вот это вот начинается да понятно то есть вы его учите на себя ставить лапы и выколачивать еду и у него это успешно получается да так а зачем вам а смотрите а зачем вам вот сейчас уже год и и три такая дрессировка вот но на послушание смотрите я уже сказала если хотите на выставку то хендлер научит его немного бегать немного стоять стоечки вот это все он научит а просто год и три месяца это значительный возраст чего раньше то не хотели там в три месяца в 6 8 это еще ну такой был вариант и облегченная а у вас вот уже сформировалась поведение ну как бы она уже сформирована такой хорошо нет нет все можно просто вопрос во времени на пол вичок заведите еще разок за кусочек сидеть до лежать хорошо почему стоять проблемы вызвали сидеть дайте кусочек сидеть хорошая реакция на корм стоять стоять до молодец ну вот команда стоять сидеть хорошо сидеть нет нет сидеть нет да стоять стоять вот смотрите тяните на себя собака вынуждена подняться но потому что да вот это команда стоять и все так сейчас давайте барьер туда барьер обратно давай да всегда надо кусняшку если вы серьезно собираетесь заниматься то ближайшие полгода у вас этот карман всегда должен быть вкусняшкой и вкусняшки сильно меньше должны быть потому что очень большие кусочки она быстро вы должны быть декоративных пород выбирать для дно спецов я не знаю да потому что фракция маленькая состав тот же самый чтобы он не наедался а то он сейчас нас до прыгать иди сюда нет 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 отсюда это я вам убрала чтобы не мешалось хорошо не давай а вперед барьер что-нибудь какой давай-то хорошо молодец замечательно так это нужно четкость в управлении дожимание команд всем этим нужно заниматься каждый день не меньше 15 минут вы дома работаете или уходите на целый день нет концептуально вы работаете дома не у не уходите на целый день тогда нужно сделать там где он не слушается значит на улице да 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 идете в придомовую территорию свою где ваш дом и начинаете работать там если ставите себе пятерку за урок в неделю ставите себе пятерку дальше вы ходите дальше то есть парк сквер где далеки какие-то собаки есть вот в этом режиме нужно работать каждый день если будете тогда он будет послушным постепенно хорошая собака толковая в общем-то но запущенная так смелая хорошо можно съесть сейчас объясню вам почему он лает разворачивайтесь обратно хорошо хорошо да замечать вот смотрите когда вы идете скажем по темному лесу и какой-то хруст или какие-то звуки и вам непонятно да что происходит и вам страшновато ну не комфортно по крайней мере да если не вести спорта по карате вот а собаки тоже непонятно что происходит пришел чужой человек начинают какие-то так сказать ходить с вами с хозяинка с вожаком да ему непонятно от этого ему тревожно а когда лайки собаки тревожно она лает да то есть предупреждает мол вон у нас вожак есть пусть он займется как-то решит этот вопрос вот в этом режиме поэтому для того чтобы собака не лаял ну естественно не надо запрещать можно дергать эту удавочку вашу но концептуально ее надо развивать чем больше вы развиваете собаку тем тише и увереннее она тимше и увереннее ведет себя потому что ей понятно что допустим темное время ничего страшного это что никого не видно не о чем не говорит если там никого нет есть ли территорию скажем условно где вы идете охраняем то вам уже не так тревожно та что вам все понятно собаке тоже когда ей понятные условия в пока когда ребенок немного наград иanu надо потому что эта собака хищник не нужно объяснять как собаки а не как ребенок если вы объясните как собаки она и будет послушно это что значит если он не выполнил нажать потребовать выполнение любая ваша команда должна выполнять когда все будет четко тогда собака будет понимать что вы надежная давайте вот так попробуем идите на болвячок смотрите вот там вы будете сидеть здесь лежать потом барьер там стоять я повторю ничего страшного лежать прыжок стоять когда он будет стоять подержите под живот чтобы он не елозил да потом обратно баре барьеры в обратном порядке сюда вернись давайте попробуем смотри для чего нам это нужно не для того чтобы тут какие-то команды выполняли для того чтобы научились как управлять собакой в домашних условиях в течение недели как вам нужно будет работать понимаете сидеть хорошо давайте вот пока он не ляжет вы никуда настойчивость и точность выполнения да хорошо да хорошо в в обратную сторону в обратную развернулись да даже лежать хорошо не нормально и вполне заводить да вот так хорошо замечательно развернули команда сидеть хорошо сами за крестовой барьер зашли ну отпускайте хорошо за крестовой барьер ровно перед собой вот вы сейчас хорошо что он такой флегматичный вы начали суетиться под ней руку он бы сейчас сбежал если бы это было усе хорошо давайте к себе через барьер на хорошо вот замечательно посадили его это колечко он ведет себя по-другому у меня потому что вы себя не сведете по-другому я подпёрла вас вы потверли собаку и он работает понимаете дисциплина сама дисциплина в дрессировке очень важно оставили в колечке сами за желтые хорошо на себя вызываем собаками да команда сидеть сидеть да хорошо ладно так вы в центр что мне от вас нужно собаку держать а вы будете стоять центре прыжок прыжок сидеть прыжок лежать хорошо давайте в центр центр в центр давайте давайте ладно сидеть прыжок том лежать в зеленом лежать в желтом сидеть управляйте вперед так лежать в кольце давим давим до состояния пока она не не ляжет ваш собака да молодец подъем прыжок хорошо стоять сидеть внутрь внутрь сидеть да дайте вкусное дайте вот это упражнение сделано еще раз пожалуйста следующий кусок взяли и то же самое провернуть давайте барьер хорошо да да хорошо подъем до сидеть да далее вкусно хорошо замечательно в обратную сторону развернулись теперь здесь будете лежать когда придете сюда а там стоять туда крутимся в ту сторону чтобы не кружилась голова барьер стоять в кольце стоять 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 кольце да хорошо барьер хорошо сидеть 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 да дышим хорошо сидеть сидеть да хорошо вот смотрите почему сейчас лай утих хотя я никуда не делась да собака ко мне привыкла успокоилась от меня угрозы уже нет ей не страшно ну скажем так не тревожно она лаять перестала да вот в этом режиме вы должны обзнакомиться окружающим мир чем больше вы ее развиваете тем тише становится собака когда он дома у вас лает внутри квартиры комнате закрываете вот вы уходите от проблемы надо ее решать одели удавку сели к ноге нельзя дернули вот вы например можете же дернуть собаку да вот сели вы общаетесь с соседкой собака сидит хороший бесплатный тренинг пригласите эту соседку на пять минут раз через день пускай она походит пусть она потренирует вашу собаку неплохо она зашла лаять она будет также если вы не будете корректировать это поведение нам нужна соседка или другой любой человек для того чтобы подкорректировать это поведение в учебном процессе почитали он я не знаю подруга ваша все подойдет вы пришли открыли собаку у ноги начинает лаять дернули как следует нельзя чуть-чуть он остановился сразу кусок у нас у вас хороший аппетит у собаки хотя бы пищеварение вы не испортили это же супер дали кусок в нос пока он лежит вы разговариваете он привык он отвлекается ничего не происходит чем больше вот теперь он нашел во первых удавка не в том месте где должна быть она должна быть под ушами это первое это где уши это вот здесь выше выше да 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 и второе немножко неподходящий или надо ее доработать нужен фиксатор чтобы она не съезжала вниз вот в этом месте нужно фиксатор вот здесь мы ее вешаем да вот тут вот и и собаку так а это понятно да хорошо значит а когда вы работаете вот на таком легком режиме совсем не обязательно и душить постоянно на удавке да она же нужно ничего такого не делать плохого можно переключаться на ошейник у вас красивый ошейник можно с карабином вас есть нормальный подок то не удавка только длинный вот рулетку эту выбросите прямо вот здесь вот канаве у там как раз таки 60 лежит и ваша будет 61 смотрите если вы вводите собаку на рулетку у вас собакой связи нет это все равно что вы привезли веревку к бурундуку к бурсуку к лисице это все одинаково собака просто бегает и не чувствует вас для того чтобы у вас была связь нужен поводок потому что вы недовольны вы дёрнули рулетку не показывать я вхожу в низовое состояние начинаю стучать всем по голове так что хороший нормальный с карабином до хорошие семидесятых это брезентовая стропа для вас с вами очень гармонируется поводок из семидесятых спасибо значит этот брезентов подок можно использовать для дрессировки семиметровый наступать его не жалко но он как бы да но купите себе нормальное снаряжение поводочек с каучуковой нитью чтобы он не скользил был потоньше чтобы он я вам сброшу на почту не запоминайте не напрягать вот в интернете есть везде просто это удобно и снаряжение хорошего чтобы вам удобно было работать если вы начнете работать с этой собакой вам понадобится хороший удобный поводок рулетка не годится для работы собакой конечно она начинает тянуть на себя собака на себя собака идет просто чувствует напряжение от вас и все нужно чтобы пробыл провисший поводок когда она ведет себя правильно натянутый когда идет все неправильно вы дергали как следует эффективно вот типа удавки только на ошейнике когда он куда-то тянет что-то нарушает в этом режиме рулетка это ручка и невозможно работать с ней можно только выгуливать дикое животное понимаете но давайте в обратную сторону давайте в зеленом лежать в желтом стоять теперь давайте по кругу прыжок вперед барьер хорошо меньше дергайте старайтесь меньше он у вас совершенно готов к взаимодействию очень удобная собака для работы чтобы ее довели до года и трех грех просто просто грех стоять на себя вот молодец да хорошо да ладно отчего ветеринары не смогли поставить диагноз нельзя мы поехали забрали понятное дело через колечко туда и обратно вот почувствовал кусок сразу заработал давайте давайте дома хорошо что не дали ему земли плохо что этот кусок теперь смотрите собака не приучалась поднимать земли конечно проблема смотрите у вас уронили вы уронили кусок вы его взяли вы собаки не дали уже хорошо но начали показывать собак не вести собака что поняла вы посредник от корма на полу до вашей руки зачем ему этот кусочек через руку когда он может с пола взять вы должны взять этот кусочек который уронил страшного нет положить в карман взять другой и дать ему вот в этом режиме собаке непонятно откуда кусок потому что запах смешивается берете его с пола и даете собаке она понимает зачем такие сложности она сама его может взять вы же берете и предлагаете ему поэтому он и будет подбирать ничего удивительного так давайте прыгаем вот зеленая и желтая давайте барьер да парьер неплохо хорошо дали вкусно и в обратную сторону барьер да я не барьер и звук старайтесь все-таки пресекать не игнорировать вот этот лай а его пресекать хорошо ладно давайте познакомились с кольцом теперь прыжок прыжок да сейчас прыжок сейчас прыжок и будем вопросы на кроватях лежит да если на кроватях лежит а дрессировки можете забывать когда когда у стаи есть определенная иерархия когда у стаи есть определенная иерархия вожаки занимают преимущественные высоты для того чтобы обозревать местность окрестности видите так сказать опасность видите определенные так сказать ситуационные моменты где стада опасаются где всегда вожаки сверху стаи всегда ниже и когда вожак идет фу он всегда первый да в этой ситуации собака запоминает много сотен лет не складывать это мироощущение что вожаки всегда в начале и выше когда выпускаете собаку на свой уровень кровать кресло диван пуфик я не знаю все что угодно где вы находитесь нельзя собака понимает мы с вами на равных да в результате вы получаете собаку которая такая такой же вожак как и вы почему она должна вас слушаться почему она должна не поднимать земли почему она вообще должна что-то делать с вами если вы такой же член стаи как и он то есть у вас иерархия одинаково вы когда общаетесь с подругой вы же не командуйте вы на паритетных началах то она кофе вам принесет увы ей да ну то есть это вот дружба называется вот у вас собака сейчас дружба это неплохо и нехорошо это так как есть да если вы остаетесь в этой системе координат собака на кровати вы с ней дружите тогда собака вас слушаться не будет она вас будет любить скучать без вас лизаться с вами все это также останется но слушаться не будет для того чтобы хита подчинялась нужно чтобы у ей управлял вожак чтобы он был сильный мощный мог постоять за стаю и убить оленя когда у нее нет понимания что он чтобы готова убить оленя он не может быть с вами в подчинении потому что вы можете подвести его потому что вы можете один раз прекрасно не принести добычу если вы не принесете добычу эта собака уйдет к другому вожаку который ловит эту добычу например ко мне понимаете для того чтобы эта собака взаимодействовала с вами подчинялась нужно чтобы у нее было понимание что вы имеете право управления для этого вы не должны давать ему таких установок где вы говорите ему мы с тобой равны но ты почему-то должен мне подчиняться с какой стати вы же подруг своих не прожимаете на подчинение почему собака должна это ваш приятель ваш брат условно до меньше но тем не менее для того чтобы эту собаку научить подчиняться слушаться быть внимательны и не лаять по пустякам когда мы говорим взрослые так сказать вожаки не мешать вот он должен понимать на нашей стороне сила резкость жесткость и если вдруг у нас слушается будет неприятно вот когда ему понятно что будет неприятно он молчит и тихо сидит да но это не значит что мы не будем их любить ласкать муси-пуси все это можно но вы должны спуститься вниз на ковер там на пол куда и там с ним ласкаться когда вы закончили так сказать общение ласки вы поднялись на свой уровень и обозначили я вожак ты подчиненный только в этом случае собака будет управляться он считает что поздно я считаю что нет поэтому значит если вы будете сейчас его снимать с этого уровня вон будет закономерно недоволен очень недоволен ему вообще будет непонятно с чего это мы вдруг так изменили правило с какой стати ничего не поменялось почему поэтому значит бой будет не шуточный собака будет и открыто лезть и в тайне от вас вы ушли в другую комнату он залез видите собака сидит молчит даже в виде оператора то есть все равно в любом случае даже когда ему тревожно он и может молчать может вести себя прилично вот как сейчас да почему он себя ведет прилично потому что рядом с ним сильный вожак я ему настучу по ушам и он это знает поэтому не делать почему аборигенные собаки они очень нежные очень берегут себя к себе относятся бережно и если он понимает что его шкурки что-то угрожает он не будет рисковать ему зачем он обозначил мне не понравился он замолчал это мое дело решать лает он или нет вы ему это позволяете на дружбе полюби по дружбе поэтому она позволяет себе лайт в чем еще сильная сторона хорошего сильного вожака управления в том что собаке со мной спокойно ему со мной будет не тревожно он понимает если какая-то опасность появится какая-то какой-то хищник я его смогу защитить и он молчит потому что он доверяет безопасность вот сейчас мне а если рядом с ним подруга да как с которой он на диване так сказать вместе лежал только что до ласкался вот он на не понимает сможете вы защитить или нет и он лает предупреждаем о я такой я кобель ты не лезь ко мне потому что мало ли что а я вот значит он тревожный когда он расслабляется да когда он чувствует безопасность вот он лежит спокойно не нервничать видите несмотря на то что я увижу первый раз жизни собака около меня лежит и даже расслабилась видите то есть только что лаял потому что сдалека ему было непонятно я вошла в управление перевзяла управление на себя вот собаку у меня комфортно себя чувствовать не лает ни на меня не на оператора хотя оператор ситуационно ничем не изменилось да если сейчас например как кто-то выйдет ну например какой-то человек да он начнет лаять я ему объясню моментально что не надо лаять это мне мешает мне так не нужно как вожаку и он сразу замолчит до спецсредствами но потому что у вас кобель год и три да но концептуально это нужно сделать быстро чем быстрее вы убираете лайк тем меньше воздействие на собаку оказывается потому что собака быстренько понимать что как бы неприятность уже наступила и надо замолчать если вы долго тянете там он уже ва 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 у него идет адреналин ему уже тревожно страшно и убрать лайк сложнее поэтому чем быстрее вы уберете тем лучше у нас была лающая акита который хатин да вот и кино с которым она работала сказал что но она пола это перестанет так вот она лаяла три часа и не перестала то есть это очень выносливые сильные собаки они могут лаять очень долго да вот чтобы и это не просто плохо для ваших соседей для вашей психики да и для его но это вызывает у собаки тревожность он все время в напряжении вы не можете расслабиться в некомфортной обстановке где бы она там ни была так вот он тоже должен себя чувствовать комфортно тогда он не будет лайк понятно поднимайся иди к хозяйке так теперь по поводу иди ко мне значит очень плохое сочетание слов иди ко мне плохо нужно или иди сюда или иди к ноге или ко мне ко мне собака должна приходить сразу быстро быстро любой и ситуации из любого пространства ко мне вы сказали ко мне и он пришел это такая же важная обучаем в процессе команда как сидеть лежать ко мне и и нельзя путать вот суетом вот мы я вам передала собаку полтора метра вы ее иди ко мне это не ко мне это иди сюда иди к ноге или любая которая вам удобно ко мне это когда вы расходитесь и начинаете учить собаку например супругов вы здесь стоите он тут он говорит ко мне собака прибежала вкусные дали вот в этой ситуации ко мне когда вы нарабатываете этот опыт собака запоминает эту команду и в результате на улице вы не используете ее часто только когда действительно это надо она приходит концептуально собака уже выросла красивая на выставке хендлер ее может показать и этим может заниматься но если вы не начнете вот именно ставить свой статус управлять собакой она будет ну вот ну такая и будет вот и все поэтому или большой труд но это год и три это большой труд полгода вы с этим проводить источник если бы это был немец можно было за два-три месяца корректировать ну да за три вполне у вас японский абориген собака очень консервативная очень традиционная такая как сама япония все долго медленно неспешно у нее записана другая модель поведения с вами то есть мы тревожно вместе боимся идем вот примерно так а вам нужно поставить статус что не мы боимся идем вместе я лаю так чтобы мол давайте кать вот там что-то такое страшное а именно что она чувствует с вами себя спокойно для этого нужен вожак для этого никаких кроватей и уровне вожаков никаких так сказать по-братски бутерброд на двоих где у нас слабое звено там или здесь там да вам не жалко для собаки бутерброда никаких дележа добычи почему нельзя делиться добычей потому что и добыча это ваш статус если вы делитесь собакой чем-то когда кушаете это означает не то что вы щедрый добрый а то что вы слабый вы боитесь его и поэтому делитесь с ним и он отмечает ага я такой мощный что отжал у большого хищника добычу и он тоже считает что все плохо у вас нет у корабля у вашего корабля нет капитана нет вожака который вот будет убивать оленя обеспечивать безопасной стаи ни у кого если он у вас отжал а он себе не уверен значит муж тем более ну никак не постоите заставить у вас нет вожака это все равно что вы сели на кругосветное путешествие на корабль а капитана нет и вот у вас есть второй помощник первый но вам тревожно как бы в корабль идет а капитана нет вот ему тоже тревожно когда вы покажете ему что вы настоящие вожаки и обеспечиваете безопасный точно убьете оленя собака будет слушаться но тренинг вот в этом стиле нужно нарабатывать каждый день по 15 минут на каждой прогулке немножко управления каждая пускай это будет мало команд но вы должны дожимать каждую до до выполнения вот в этом режиме нужно наращивать какие еще у вас эти грехи кроме того что вы делитесь добычей и на на кровать его пускать я даже не знаю что спросить даже мы корм меняем сейчас потому что он отказывается от корма какой корма сейчас ест доедает вот этот и мы купили новый такой с рыбкой и я его мешаю вот такими банками так значит точно знаете какая у вас собака породы какой дважды в день я надеюсь да хорошо хорошо витамины давали до года хоть до до года додавали витамины сейчас после года выходили ветеринар делали плановые прививки и он нам показал казалось мне чемпунь что у него шерсти не такая сказался мне чем надо и шампунь сменить а ветеринара потому что шерсть пушистый должен быть и у него было что первый раз слышу чтобы качество у плотность шерсти зависела от шампуня шерсть качество ее плотность зависит от корма корм сменить надо они шампунь и ветеринар заодно значит как часто мыть собаку не надо здесь это правильно если собака хорошо кушает и правильно гуляет она очищается сама у них удивительно хороший самоочищающийся шерсть два раза в год это максимум сколько ее надо мыть два раза в год если он грязный вы можете его сполоснуть но это понятно это понятно раз в неделю вы его расчесываете так сказать уходеркой и сухим шампунем сухим шампунем аэрозолем немножко взбрызнули расчесали там хорошее дело это с норковым маслом есть такой шампунь сухой вот это вот нормально она ничего не портит собаки шерсть но при этом собака не сушится да вот а если вы моете шампунем вы смываете с собаки остеевого волоса защитный слой в результате он открыт попадает грязь и быстрее пачкается таким образом чем чаще вы моете собаку тем она быстрее пачкается намного быстрее чтобы она не пачкалась и он нужно миг меньше два часа она погуляла высохла все осыпалось можно протереть но если вам вообще некогда заперли ее в прихожей через два часа полы грязные собака чистая понимаете вот в таком режиме пропылесосили все чистое да вот очень серьезный момент нельзя акид мыть лайки вообще плохо промываются очень это не любят засушивается у них кожа шерсть поэтому хотите чистую собаку не мойте ее не говоря о том что снегу зимой она великолепно роет но и в общем она очищается прекрасно поставили собаку снег вот так закидали она встряхнулись встряхнулась раз в неделю все лучше любого шампуня не надо давайте по вопросам что у вас так вас в кармане какой-то мужчина разговаривает вас не смущает тянет поводок я буду тянет поводок а затем поводок потому что его с вами скучно и не интересно рулетку вы заранее приучили собаку тянуть переходите на трехметровый поводок прогулочный и полутора метровый если по дрессировать можно дрессировать на трех метров но просто полуторный удобней смотрите нужно чтобы было натяжение если он тянет от дернули потом если вы ходите на рулетки а вы приучили собаку рулетки пружинка да ну для того чтобы шнур сматывался и рулетка автоматически всегда тянет на себя чуть-чуть но тянет собака поняла меня тянут я тяну вот она в этом режиме только у нее пружинка то посильнее тянет она к мощнее агрессия у нас у других собак то есть мы там не следим кобелей он прям вот сразу и это мы сейчас сейчас будет вам много больших кобелей сейчас я вам устрою чтобы один раз меня на всю жизнь запомнили значит для того чтобы он не бросался на кобелей нужно чтобы он понимал знакомые есть у них тоже собака разница 3 месяца какая собака раньше они дружили все было хорошо они играли бегали отпускать их они там что-то ковырялись прошло какое-то время может месяца два и все и они стали кобелями они выросли сразу первую чему когда заметили подошел на холку ему положил голову и все не он не может перебеситься это хавель полнозрелый кобель если а если никогда не будет дружбы потому что у вас действующий кобель если вы его не кастрируйте ходить размножение тогда два раза в год вязку и с кобелями он дружить будет не будет никогда в жизни потому что это конкурент потому что в природе они конкурируют значит а за размножение поэтому в любом случае максимум что можете добиться это нейтрального отношения спокойного с в рядом с вами но даже к человеку он относится нервной потому что вы не он не чувствует вас безопасность придут к бели сейчас у нас тут шоу программа будет номер один потому что вы сейчас будете тренироваться показывать ему что рука у вас сильная что вы можете контролировать собаку ну или вы вы тоже гуляете собак имеете к нему отношения дальше слушать потому что он больше похож на выжака поэтому и слушать правильно и правильно что даете и надо и вы просто будете давать все меньше и меньше если объяснить ему что вы наставите на подчинение так сказать доступно ему форме скажем так это же не ребенок поэтому нужно и дернуть и рявкнуть и пнуть его коленом когда нужно иначе у нас будет неприятности у нас будет так сказать стычки для того чтобы он не позволял себе кидаться и объяснять а другим что это его территория он должен понимать что это должны делать вы если вы не реагируете то и он не должен но если он не увидит вас вожаков он показывает что это да это моя территория здесь гуляю поэтому это поэтому нет команду фас он не будет никогда делать знаете почему потому что это аборигенная порода и и главная задача выжить они охранять вас он лает и обозначает присутствие посторонних для того чтобы вы занялись этой проблемой охранять вас он не будет он только будет обозначать что вы приняли меры вон вожак он пусть и решает эту проблему поэтому никаких фас это вообще не до собака вообще не так эта собака буксирует вас на лыжах например очень хорошо гулять с вами по режиме поле лес великолепно может сидеть с вами два часа у реки смотреть как льдины плывут это пожалуйста эта собака может а фас это служебные собаки те которые привыкли взаимодействию человеком эта собака автономная она с вами взаимодействует поскольку постольку хатика это легенда это художественный образ никакого отношения к жизни это фильм не имеет абсолютно так и замечательно вы довольны потому что у вас замечательная пушистая собака которую можно потискать полоскать почему нет я поэтому вас говорю не уверена что вам нужно втягивать в процесс вот какого-то такой дрессировки но есть он у вас и есть хорошо вам живется и хорошо потому что поймите что если вы начнете этот процесс то холодно жарко плохо вы себя чувствуете или нет вам все равно нужно будет дрессировать собаку понимаете вот не уверенна что вы готовы как бы вот к этому потому что посмотрите на канале как люди там пашут это реально большой труд дрессировать собаку а вы должны будете вложить не труд а в два раза больше труда во первых потому что у вас собака взрослая уже годовалая после года это уже другой принцип дрессировки это много насилия много давления вот все что вам не нравится как раз и второе у вас акита то есть собака аборигенная автономная самостоятельно она с вами вот в коллективе поэтому вам будет очень сложно не знаю нужно вам вообще в принципе это но живет и живет чего там особенно-то неприятно вам нравится тискать мы ее даже можно будет оставить на кровати ну как бы и все она да она будет кидаться на кобелей но дернете посильнее там гуляйте время когда там меньше собак например может со временем дом будет у вас за городом тогда она там вообще будет счастлива счастлива вы там можете идти куда угодно она на территории и как бы больше ничего не надо понимаете вот в этом режиме просто с такой собакой большой труд дрессировки я не уверена что вы готовы вот не знаю часть твоей жизни мощно так отрезать убрать и заниматься этой собакой прям предметно концептуально ничего вам не мешает попробовать ну не получится и не будете попробуйте в месяц в режиме дрессировки побыть вот эти прогулки как я говорила с дрессировкой потому что ну хуже не будет точно может быть лучше но если вы будете делиться добычей и лежать на кровати он не будет приходить и и не будет подчиняться то есть основы сначала это статусные моменты здесь нужно обязательно если он вас ворует вещи там ну для того чтобы поиграть просто ему забавно скажем да но ребенка игрушки это та же вещь это же предметы человеческого мира то есть они наиболее привлекательны ваши брюки на на ему не так интересно как игрушки ребенка да вот он их ворует вот это все если все это он будет забирать соответственно он тоже понимает ничего за это ему не бывает ну забрали обратно но отдали ну и все его нужно наказывать дергать рычать шипеть то есть вот этот прессинг должен быть и если в три месяца этот прессинг легкий то в год и три он сложный тяжелый они не нежные они не нежные они хитрые они хитрые они такие же собаки как и все остальные и статус когда он дрался вот с этим кобелем что-то вы наверно не заметили что он был нежный он бился он бился за 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 право чтобы на него не стали лапы и так сказать за свой статус и я бы не сказала что какие-то дерутся очень нежно они очень даже жестко дерутся и он не посмотрел и если ваш ребенок разбежится и кинется на него сверху например когда ему будет два года он не задумываясь развернется и укусит вашего ребенка потому что это неуважение потому что он уже взрослый кобель сейчас он еще маленький акид и взрослит где-то к полутора-двум годам и вот к этому времени он будет требовать к себе уважения если вы разбежитесь и пухнетесь на него сверху да но вы же в отличие от ребенка же понимаете что этого делать не надо что надо с ним поделиться бутербродом пустить его на кровать почесать ему ушко он в этом режиме его устраивает все он не будет вас трогать естественно нет но если вы что-то начнете у него отнимать что принадлежит ему да там будет бой такой же как с этим кобелем который проявил на ней неуважение кобель вызвал его на бой он положил голову на шею обозначить что он будет сейчас биться это его территория этот принял бой и тоже решил что территория моя вот они и подрались в этом режиме так что вот так вот вот это еду на улице хватает еду потому что он охотится он находится он честно охотиться для того чтобы она не охотился нужно чтобы он понимал что будет обмен он нашел добычу совершенно честным способом и считается что она имеет права такая вкуснятина как дохлый голубь кости курицы там трехлетней давности это все вкуснятина и конечно ему хочется ее съесть для того чтобы он не ел нужно обменивать это на свои кусочки дернули фу если не тянет кусочку дали свой кусок тогда собака придет к выводу что она увидела еду обозначила вам что вот в дохлый голубь будем делиться или нет вы с ним поделились дали кусочек он не тронул дохлого голубя вот в этом режиме только если нет взрослый будет всегда постепенно он привыкнет а у него будет просто снижаться аппетит по мере того как собака взрослеет и он уже не будет так активно искать на улице нет не постоянно года трём он где-то успокоится уже не будет подбирать дома его кормят хорошо с чего ему но сейчас очень активность необходимость есть а в том чтобы он рост мужал поэтому он ищет себе дополнительное пропитание потом нет потом постепенно это снизится конечно активность он когда видит животное ну а почему он должен вам приходить я же уже вам объяснила для того чтобы он вас слушался нужно забыли выжаком а вы подруга вот подруга у вас увидела не знаю красивый парень и рванул за ним вы ее зовете мол давай это кофе попьем а у нее ноль эмоций у нее вот красивый парень на горизонте да вот она побежал и он побежал там красивый парень красивая девчонка игратель какой-то или наоборот ты занял на мою территорию так сказать уходи все это такой для того чтобы он не бежал длинный поводок отдергиваем к себе кусочек в нос и прошли спокойно он не будет к ним относиться хорошо максимум чего вы добьетесь это нейтралитет они вообще вот прям без поводка просто вот он идет нога к ноге вот прям вот с хозяином он даже не обращает внимание да я поняла но эти люди занимались дрессировкой своей собаки а вы нет можно но саппорт и акито это разные породы и конечно хочется побегать и же скучно с вами брести что от вас никакого проку не покусаться не не обозначить да 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 поэтому поэтому значит когда другие собаки вы будете делать как сейчас как я вам покажу вот а дрессировкой вам нужно будет решить можно месяц попробовать в этом режиме дома поработать но потяните значит будет послушать собак не потяните значит будет просто пушистик милый ну что они живут 15 лет потерпите вот сюда садитесь команда команда сидеть дёрнули да фу нельзя да вот так сидите пока здесь проходите вот сюда садитесь пожалуйста смотрим вот на на лидера так сказать может вы возьмете нет вот это боюсь мне вообще не нравится поэтому давайте да кто у точно удержит все а вы тут постойте спокойно только в луже не стоит чтобы не промачивать вот хорошо выйти здесь спокойней вкусняшки нужны но только не на подкрепление отрезательной реакции а на положительной тихо а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...